Приветствую вас, дорогие, драгоценные, будьте благословны, верю в вас, все хорошо сегодня. Если даже не хорошо, поверьте, все будет хорошо. У меня сегодня рубрика «Мисли слух», и я хотел бы поделиться с вами откровение, которое сейчас в моем сердце есть. Я хотел бы говорить с вами о ранах. Знаете, у каждого человека есть раны, и часто некоторые люди говорят, что время лечит раны. Обычно эти слова говорят, что люди, которые не знают никакой боли или мало что знают. Мы привыкаем к нашим ранам, это не проходит. Иисус Христос, когда пришел к ученикам, он показал свои руки и сказал, посмотрите на мои раны. И сейчас на небесах у него тоже есть эти раны, и это есть для нас свидетельство. Исайя 53 написано, что ранами Иисуса Христа мы исцелили. Вот здесь возникает вопрос, что ты делал с своими ранами. Знаете, если у тебя рана, кто-то самоубиском жизнь заканчивает, кто-то становится алкоголиком, наркоманом, или попадает под депрессию, и уходит в другой, иной меру уходит. Но Иисус Христос через свои раны исцелил народы. Я сегодня хочу призывать вас, чтобы вы свои раны не спрятали внутри и не просто уничтожали себя. Я хотел бы, чтобы вы использовали свои раны для исцеления другого человека. Когда-то было время, что на небо ушла моя дочка. И знаете, вот это время пережил, вот уже несколько лет я переживаю какие-то вещи. И знаете, что однажды я подумал, я не буду мучиться своими ранами, но это использую, чтобы помогать другим. Очень много людей начали писать мне, кто потерял сыновей, дочерей, потерял мужа или жену. И знаете, за мои раны я смог помочь этим людей поднимать и просто вытащить из той болоты, откуда они попали. Я сегодня призываю драке, не надо закрываться, не надо просто идти в глубину. Используйте ваши раны для исцеления других людей. Так благословит вас Господь и поможет вам. Аминь.